От этого окружения московское, как вы думаете, они искренне верили в Бога, то есть считали, что существует Бог, рай, ад и так далее, и так далее? Или это была какая-то такая мода, увлечение религией, вот свойственная 70-м, 80-м годам? Нет, в то время я считаю, что это было искренне ад и рай, это уже как бы какой-то великий разум Бога, конечно, это они верили. И сейчас совершенно другое, сейчас церковь наполнена ханжеством, потому что церковь уже это такой институт. Ну, если говорить вообще о церкви, то ведь и тогда было мнение, чёрная ряса, золотой погон, ну и так далее, и так далее. А, ну, вы имеете в виду... Я имею в виду, что... Погоны подрясы? Да, что церковь же окормлялась службами государственными очень активно, и так далее, и так далее. Была под пристальным присмотром, и деятельность, ну, собственно, и отца Александра. Хорошо, давайте к нему перейдём. Наверное, у вас какие-то всё-таки сложились о нём, если можно сказать, более конкретные впечатления. Вы можете сравнить, скажем так, его, хотя бы во внешних проявлениях деятельности в храме, и, ну, допустим, других батюшек, которых вы видели? Да, это небо и земля. Это небо и земля. После смерти отца Александра я вообще перестала входить в церковь. Даже так? Да. Потому что для меня он остался единственным священником и единственным проводником во Вселенной. Богу. Ну, а чтобы было понятнее, всё-таки вот, я понимаю, что, может быть, и мне самому неловко так говорить, но в чём вот эти отличия заключались? Ну, я считаю, что это от того, что вера у него была, это образом жизни, это его жизненная философия, это культура, образ мышления жизни и вообще позиция жизненная веры. И, конечно же, это несколько отличает от наших современных священников. Тогда церковь находилась в изгнании, можно сказать так. Ну, по крайней мере, значительно, может быть, формально в последние десятилетия советской власти, но всё-таки. А сейчас государственный аппарат, можно сказать, охватается за церковь, как за единственную, какую-то идеологическую основу, которую может использовать для влияния на людей. Мне кажется, что это несколько ошибочная позиция нашего государства, потому что церковь, вот в данной ситуации, она всеядная. Я не хочу сказать, что вера – это для избранных, но в любом случае это культура, прежде всего. И, в общем-то, как бы непонятно – убил, пришёл, покаялся и тебя простили. Это, ну, я не хочу сказать, что это аморально для тех, кто убил и кто прощает, но в любом случае это настораживает.